Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я встречаюсь с парнем уже три месяца, все было хорошо, говорил, что любит, хочет жить вместе, но последние три встречи с интервалом три дня, он неожиданно отменяет. Последняя отговорка была, что вдруг попал в авару, истекает кровью, но одна ситуация дала мне понять, что он врет. Два месяца назад он сказал, что купил квартиру и делает там ремонт. Скинул фото. А сегодня он скинул фото уже готового ремонта. Фото не совпадают по планировке, это явная ложь. У меня вопрос, зачем он это делает и какая у него цель. Ну что же, мне без некоторого раздражения я повторю, что психологи не занимаются трактовкой действий третьих лиц. Это запрещено профессиональной этикой. Если вы, зная человека, не знаете, зачем он что-то делает, то откуда это знаем мы, которые не знаем ни вас, ни этого человека? из области предположения психологи ничего не берут. Мы работаем с фактом. Дальше. Данная ситуация характеризуется тем, что вы не доверяете себе. В чем это значит? Это значит, что у вас в ответ на те действия, которые совершает человек другой, сейчас не так важно какой, возникает какая-то реакция, ответная реакция, отношение появляется к этому, к тому, что происходит. И вот это и есть недоверие к себе, а точнее потребность избавиться от сомнений. Невозможность переключить свое внимание с сомнений на то, как вы это видите. Потому что я думаю вы не будете спорить с тем, что один человек на подобное реагирует одним образом, другой другим. Например, я реагирую на то, что вы написали про фото таким образом, что поменял планировку. При ремонте такой бывает. Но с другой стороны у вас есть, вполне возможно, доказательство того, что планировку он не менял. И как вы видите, здесь все уходит в область выяснения. И это выяснение может быть бесконечным. Дальше. Бросается в глаза то, что вы акцентируете свое внимание на том, что он говорил вам, что вас любит и что хочет жить вместе. Вы ни слова не пишете про свои чувства к нему и про свои желания. Очевидно, ставя на первое место то, что вас любят и то, что с вами хотят жить вместе. С точки зрения психологии это свидетельствует о том, что первое, вы хотите любви. У вас есть потребность в любви. А значит, вы недолюбливаете себя, не принимаете себя. А значит, обесцениваете себя, от чего вам больно и вы тяготеете к тому, кто вас любит. А второе, это то, что вы требуете гарантий. То есть, защищенности. То есть, вы чувствуете себя незащищенной. То есть, плохо переносите неопределенность, опять-таки, потому что слабовато себе доверяясь. Вот такие векторы для психотерапии здесь есть. С этим нужно работать и вы можете быть уверены, что вам станет не столь важно, хочет человек с вами жить, любит он вас или нет. Вы больше будете ориентироваться на себя и увидите, как легко тогда будут строиться ваши отношения. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Спасибо. Удачи. 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 Удачи.